Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Наталья Гришина, директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького. Здравствуйте! В первую очередь расскажите, наверное, о том, как века цифровых технологий востребованы, насколько у нас в библиотеке и зачем люди в основном в них приходят. Библиотеки, как ни странно, востребованы сегодня и востребованы очень хорошо. Казалось бы, вы правы, век цифровых технологий, и мы можем получить информацию очень быстро через интернет. Но, как показывает практика, она не всегда достоверна, не всегда ей можно в полной мере доверять. И на самом деле можно получить через интернет очень поверхностный слой знаний по той или иной проблеме. Все те, кто серьезно занимается учебой, получением серьезной, проверенной, обоснованной научной информации по тому или иному спектру научных исследований или просто общечеловеческих знаний, обращается в библиотеку. Посудите сами, у нас за год к нам записывается около 50 тысяч читателей. Только за 9 месяцев этого года к нам пришли в библиотеку, пришли за информацией, книгой, новым изданием, за справкой, получить сервисные услуги в интернет, воспользоваться интернет в библиотеке, поскольку он бесплатный, выполнить те или иные справки получить. Пришло более 160 тысяч человек. А удаленными ресурсами, которыми располагает библиотека, и которые тоже для читателей бесплатны, воспользовалось около полумиллиона посетителей нашей библиотеки. Они тоже посетители, они обратились к ресурсам нашей библиотеки или же библиотек и изданий, которые мы предоставляем в электронном виде. Поэтому к нам ходят люди и читатели, и посетители. Я хотела бы обратить внимание, что из этого большого количества где-то порядка 13-15% приходят на те или иные мероприятия. Их у нас очень много для разных социальных, профессиональных, возрастных групп. А в основном люди приходят за информацией, которой они хотят доверять. И что самое приятное, что в этом большом и очень внушительном количестве посетителей, читателей библиотеки 60% – это молодые люди. Это школьники, студенты, аспиранты, андюнкты, преподаватели, ученые, специалисты. Очень много людей зрелого возраста также к нам приходят. Они приходят на лектории, клубы, они находят себе интересные занятия, формы развития своего, да и просто любят библиотеку. Вы знаете, вот буквально с начала нового учебного года к нам пришли студенты, первокурсники многих рязанских вузов. Мы провели для них библиоуроки. Мы научили их работать с книгой, искать информацию, получать ее. Какие же восторженные отзывы нам написали студенты? Они не представляли, что сегодня библиотека предоставляет такие услуги. Андюнкты написали, никто не мог нас вовлечь или заставить в это поверить, но мы пришли и мы просто, вы нас удивили. Не исчезайте, написали студенты. В общем, можем быть спокойны за рязанцев, да, что они найдут свои книги, книги найдут... Находят, да. Мы выдаем около миллиона книг. Вот уже выдали за эти 9 месяцев, а за год мы выдаем более миллиона 200-300 тысяч книг в живом виде, выдаем эти книги. Сегодня книги в магазинах очень дорогие. Они дорогие нам для того, чтобы приобрести их для читателей, но мы государственное учреждение, государство выделяет нам средства на приобретение книг, периодических изданий. Мы приобретаем ресурсы удаленного доступа. Не все в виде книг мы предоставляем. У нас прекрасные коллекции подписываем, у нас в библиотеке есть эти коллекции. Вы знаете, я вам могу привести такую маленькую цифру, просто чтобы было более конкретно. Вот мы провели опрос 650 посетителей, выборочная, разные отделы, но вместе, объединив эту информацию, мы получили такую картину. Зачем, вот я отвечаю на ваш вопрос, зачем приходят люди в библиотеку? Найти конкретный документ – 38%, познакомиться с новой литературой – 23%, найти литературу по теме – 52%, получить сервисные услуги – 31%, посетить мероприятие – 13%, воспользоваться интернетом – 26%. Вот так выглядит картина библиотечного мира, жизни библиотеки Горького сегодня. Вот все-таки, опять же, про 21 век, да? Что такое электронная президентская библиотека? Библиотечный мир и в нашей стране, и везде стремится, конечно, соответствовать современным технологиям, потребностям и возможностям. Никто не настаивает на том, что все должны читать только бумажную традиционную книгу. Хоть это и приятно. Ну, кому-то приятно, кому-то и не очень. Мне нравятся книжки просто бумажные в руках. Да, вот вам нравятся бумажные книжки. Самое интересное, что те, кто разрабатывает электронные книги, доверяют больше бумажной. Но это уже вопрос вкуса. Тем не менее, библиотека, как институт, один из самых древних, уважаемых, традиционных институтов, который, так скажем, формулирует потребности и интересы того или иного общества на разных этапах его развития. Так вот, библиотека стремится соответствовать этим потребностям сегодняшней нашей жизни, когда многое все почти в электронном виде. И в нашей стране создана наряду с национальной государственной библиотекой в Москве, ленинской библиотекой, государственная библиотека, национальная библиотека в Санкт-Петербурге. В этой библиотеке появилась еще и национальная электронная библиотека, как президентская библиотека. Она уже несколько лет, более пяти лет, открылась в Москве, расположена на Сенатской площади, в центре. В этой библиотеке нет книг традиционных. Там все издания только в оцифрованном виде. Не только книги. Это интереснейшие документы. Но она, президентская библиотека, формирует свои коллекции по четырем основным темам. Государство, власть, русский язык и народ. Вот по этим важнейшим таким общенациональным проблематикам. Поэтому мы, в данном случае Рязанская область и наша библиотека выступила прямым партнером президентской библиотеки. Между регионом и президентской библиотекой в свое время было подписано соглашение о сотрудничестве. И мы развиваем наши контакты. И сегодня у нас на базе нашей библиотеки открыт удаленный читальный зал президентской библиотеки. Мы имеем договор о сотрудничестве, который позволяет всем читателям, пришедшим к нам в библиотеку, получить доступ к электронным ресурсам президентской библиотеки. То есть сегодня мы можем сделать вывод, что человек, который придет и запишется в Горьковскую библиотеку, будет иметь доступ практически ко всевозможным знаниям, информации. Да, приходите к нам в библиотеку, как это делают вот те замечательные рязанцы, и вы с удивлением и радостью обнаружите, что даже если у нас нет издания того или иного на полке, мы можем найти его в электронном виде или заказать, и нам его пришлют из другой любой библиотеки. И вы тоже сможете прочитать, полистать так нежно вами любимую бумажную книгу, что очень приятно. Наталья Николаевна, какие-то вот события интересные в жизни библиотеки в ближайшем будущем предстоят? Если ответить коротко, я могу пригласить всех рязанцев с семьями, с детьми прийти к нам в библиотеку в День народного единства 4 ноября к 19 часам. И мы подарим всем большой праздник, посвященный Дню российского кино, который мы приурочили к празднику 4 ноября. Что ж, спасибо вам, Наталья Николаевна, огромное. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня была Наталья Гришина, директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького. Ну и, конечно, читайте книги. Это программа «Городские встречи». Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok